Доброго времени суток, дорогие друзья! У нас проект Хелик. Сегодня мы поговорим о выборах в Германии, федеральной земле Тюринги. 28 октября были опубликованы первые результаты выборов данной федеральной земле Германии. Достаточно зажиточная площадь, достаточно зажиточная территория Германии, которая является одним из важнейших эпицентров и влияющих на судьбу Германии. Надо отметить, что правящая партия национал-демократов во главе с Ангелой Меркель впервые за многие годы набрала всего лишь 22,7%. Один из самых худших показателей за последние десятилетия. В этой провинции больше всего набрала ультралевые партии 30%, но сенсацией данных выборов явилось то, что право-национальная партия, альтернатива для Германии, выросла с 10% до 23%, то есть больше, чем в два раза. Надо отметить, что в принципе и в частности в Германии достаточно большие обороты набирает право национальный лагерь, достаточно националистический лагерь, который борется с засилием, с миграцией. И соответственно мы видим, что в Германии, в Европе в частности предстоят достаточно большие изменения. То есть мы видим, что сейчас политика всех партий, если раньше были какие-то полутона, что можно было говорить и не договаривать что-то, сегодня достаточно четко вырисовывается позиция. Либо это левая направленность, то есть социалистическая направленность, плюрализм, интеграция всеобщая, по пути которому и толерантность, по пути которой идет уже Германия и Европа достаточно давно. Либо это партии, которые набирают оборот, только право национальные, которые против иммиграции, против мусульман, против тех засилия, как говорится, и смешения народов, а в частности идеи национального развития, национальных интересов той или иной страны. Надо отметить, что вот эти вот блоки достаточно серьезные, то есть разделение такое полярное, то же самое предстоит и в Израиле, и мы видим в Израиле на нынешних выборах, начиная с нынешних выборов в Израиле сформировался достаточно серьезный левый блок, возглавил это мозг и мозгом, скажем таким, является партия НДИ, наш дом Израиль, которая по иронии судьбы является тем архитектором разрушения как раз таки еврейской страны, выступления против еврейских ценностей, против Аллахи. В частности надо отметить, что в отличие от всего мира, в котором, как мы сказали, будет вот эта вот полярность только увеличиваться, то в Израиле принципиальное значение имеет Тора, имеет Всевышний, вот именно это вышло наружу в этих выборах, благодаря этим выборам. С другой стороны, мы не видим в Израиле на данный момент такого, как в Германии, допустим, партии Альтернатива для Израиля, то есть определенного правового национального блока, который достаточно серьезно будет представлять религиозный лагерь, правонациональный лагерь, будет четко говорить, что есть разница, четко говорить, что ценности Торы, это очень важно для развития будущей нашей страны. На нынешних выборах 17 сентября достаточно спонтанно сформировался такой правонациональный блок в главе с 55 мандатами, 55 депутатами правонационального блока. Пока что этот блок, как цветочки такие, пока он достаточно спонтанный, еще непонятно будет ли это в будущем, но если это серьезно будет двигаться, то этот 5780 год во всем мире и в Израиле в частности будет достаточно полярным, то есть будет формироваться свобода выбора в рамках осознанности, в рамках серьезных решений, то есть не будет времени уже говорить или не договаривать какие-то политические вещи, а будет четко. Либо мы идем по политике, если мы говорим о Израиле, размежевание по политике Осло, политике того, что еврейский народ здесь просто так живет, это страна для всех граждан, либо мы будем идти осознанно говорить и выбирать правонациональный лагерь, говорить, что мы здесь еврейский народ и приехали сюда обратно, чтобы служить Всевышнему, чтобы строить еврейский дом, и только это является единственным правом на эту землю, только это нас отличает от других народов, а именно, что земля Израиля дана самим Всевышним и дана для того, чтобы еврейский народ реализовывал здесь заповеди. То есть эта полярность будет и дальше развиваться, будет, как мы видим, в нашем израильском обществе все ярче и четче вырисовываться, и каждый из нас имеет возможность сделать выбор, на какой стороне мы хотим быть, на стороне добра или на другой стороне, на чьей стороне, как говорится, поле мы будем играть, чьи интересы мы будем представлять нашего народа, либо мы будем представлять интересы кого угодно, и, как говорится, следствием этого будет распуск еврейского национального дома. По иронии судьбы, как я сказал, этим, и за это борется бывшая правая партия НДИ во главе с господином Либерманом. Полный детальный обзор данной новости вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями. С Божьей помощью мы будем свидетелями больших чудес в нашей прекрасной, цветущей стране. Всего доброго и до скорых встреч!